На том, как Кремль уничтожает население Донбасса, будем обсуждать с гостем нашего эфира Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, уже присоединился к нашему эфиру. Сергей, рад вас приветствовать в эфире Freedom. Добрый день. Сергей, ну вот давайте с этого царь поезда и начнем. В принципе, прикрываться людьми как живым щитом для российских военных и, в принципе, для стратегии России. Это уже не новые методы, но вместе с тем, вероятно, еще такие, которые для них считаются приемлемыми и, возможно, даже, к сожалению, эффективными. Насколько действительно вот такие вот трюки могут дать фору на направлении российским военным? Насколько действительно это усложнит работу вооруженной силы Украины? Ну, давайте сейчас не обсуждать нужное прикрытие людьми, потому что сегодня мы имеем просто факт, да, в 2100 вагонов, которые соединены, у нас нет четких снимков. То, что я видел, то там все-таки есть среди этих вагонов, ну, по крайней мере, в начале и в начале лет, локомотивы. Я уверен, что есть и в середине, потому что если это, скажем, сооружение, ну, имеет смысл дотягивать его до Мариуполя, там эта ветка дальше идет на Мариуполь. Соответственно, по идее управительное сооружение, то оно может также двигаться, да, в зависимости от направления, отступления украинской армии. Судя по всему, они именно к этому и готовятся. Есть еще один вариант, кстати, который, ну, тоже, в принципе, в духе Российской Федерации, вот они собрали все эти вагоны, которые, ну, трудно назвать подвижным составом. То есть он двигается, но это уже не вагоны, если, опять же, судить по снимкам, которые, ну, были опубликованы, которые я видел. То есть фактически это металлолом, и его легко в случае, скажем, если необходимо использовать этот поиск как оборонительное сооружение отпадает, его легко можно просто дальше до Мариуполя догнать, а там из Мариуполя в порт отправить в ту же Российскую Федерацию в качестве металлолома. Что судьба давно еще так называемая ДНР делала, в том числе были случаи, когда отправлялись на металлолом местными. Даже российские вагоны, да, на ДМЗ, на металлолом завод приходил состав с рудой для того, чтобы, ну, не скажу для того, чтобы выплавлять там сталь, для того, чтобы, наверное, местные пропагандисты и России сняли видео о том, что вот запускали, а потом в город приезжала комиссия, которая искала пропавший вагон, на который привезли эту руду. Ну, и уезжала ни с чем, ее отвозили там в определенное место за город, да, и люди просто бросали все и уезжали из этого региона. Вот был такой случай. Поэтому я вполне допускаю, что потом эти вагоны, а может и не потом, да, а учитывая степень вообще воровства на оккупированной территории, они могут оказаться просто вот в качестве металлолома. Сейчас их там собирают, потом будут постепенно растягивать просто и отправлять через Мариуполь в Российскую Федерацию. Если, ну, а судя по всему, это так, это оборонительное сооружение, то я не военный эксперт, но я тоже считаю, что, ну, оно может быть, в принципе, достаточно эффективно, потому что даже просто железнодорожная линия, я общался с военными, узнавал, она уже является, как бы, преградой для наступления, да, то есть это уже оборонительное сооружение. А если на ней еще и стоят многотомные вагоны, то это, ну, танк уже не пройдет, да. Даже если взрывом его отбросить, он все равно будет где-то валяться, за ним можно укрыться и огонь по наступающему. Поэтому, в принципе, это, ну, удачная, можно сказать, креативная находка российских оккупантов для того, чтобы сдержать наступление украинских войск на этом направлении. Единственное, что приятно, конечно, что они все-таки ожидают наступления, скажем, на этом направлении и понимают, что оно вероятно, раз они к нему готовятся. И, в целом, вообще, давайте перейдем уже к теме, как Донбасс пытается использовать кремлевская пропаганда. Вообще, тема Донбасса была едва ли не центральной в кремлевской пропаганде. Мол, сначала они освобождали, потом нападали на Украину, чтобы Украина не напала. Но, на самом деле, здесь действительно легко запутаться. Неужели и на сегодня тема Донбасса для россиян, как вот ваше мнение интересно услышать, действительно все еще является такой эффективной? Потому что, так или иначе, сейчас, в отопительный сезон, мы знаем, что внутри самой России достаточно уже немало проблем, в которые нужно вкладывать деньги, а бюджетные деньги направляются на войну против Украины и на, как Россия представляет, завоевывание новых земель или освобождение этих земель. Но, на самом деле, россиянам от этого живется не лучше. Так вот, почему же тема Донбасса и, в принципе, тема вот такого освобождения, она не приводит к обратному эффекту, если россиянам от этого хуже? Ну, мы с вами не можем знать, приводит или не приводит. Но если брать тот же процесс сбора подписей за Надеждина, то мы пока увидим, что стояли за единственного кандидата в президенты, стояли очереди для того, чтобы просто внести себя в списки, которые он должен вставить в ЦИК. И это показатель. Российская социология говорит о том, что у него от 10 до 20% могло. Такого нет ни у кого, кроме Путина, конечно. Причем это на данном этапе не началась избирательная кампания. Поэтому я думаю, что, в принципе, это работает. Для значительной части, минимум пятой части, на деле Российской Федерации, скажем, у них возникают вопросы. Я думаю, что, на самом деле, даже у большей части. Просто нет объективной технологии. Опять же, я мониторю профессионально российские дни, и я могу сказать, что действительно темы Донбасса нет. Я не вижу её, по крайней мере, там. Но есть, скажем, отдельный сегмент российской пропаганды, российских СМИ. Это военкоры всякие, всякие ресурсы, Z-ресурсы так называемые, которые держат свою аудиторию. И вот они работают, фактически, используя тему Донбасса, на свою аудиторию. Вот эту уропатриотическую, ватную ещё, можно сказать. На Западе её называют националистической аудиторией. Но, тем не менее, она есть. И её поддерживают, скажем, именно темой Донбасса, темой освобождения. И она, честно говоря, сходит даже сейчас больше на вообще то, что и на враг, её как государства никогда не было и не должно быть. Такие вещи. Ну, любая тема, она не может использоваться вечно. Более того, я вам скажу, что на самом Донбассе уже возникают проблемы, скажем, да, вот люди уже задают вопросы, что такие. Почему я так говорю? Понятно, что нет социологии. Но, опять же, есть те же самые выборы в нашей федерации. И если сравнивать единый день голосования, который почему-то там длился 10 дней, да, на оккупированной части Донбасса прошлого года, в сентябре, да, то мы видим, что количество пришедших на выборы, хотя там серьёзно заставляли людей Jr. тем не менее, количество пришедших на выборы меньше, чем количество за год до этого пришедших людей на так называемый, ну, или проголосовавших, потому что не все шли, ко многим приходили домой, и у людей не было выбора. Но, тем не менее, количество на выборах прошлого года было меньше, чем за год до этого проголосовало людей на так называемом референдуме за восстановление, как они называют, с Российской Федерацией. А в этом году уже очевидно, что желающих прийти на выборы будет ещё меньше. Кремль видит эту тенденцию, поэтому сейчас действительно идёт, скажем, определённое давление на местное население, которое готовит к тому, что нужно обязательно прийти. Там вопрос даже не в Путине проголосовать за него, а обязательно нужно прийти вообще на выборы, для того чтобы показать, что Донбасс вместе с Россией, что он чувствует себя частью России. Это Путину нужно, чтобы фактически легитимизировать российскую власть на этой территории. В первую очередь перед миром, и во вторую, наверное, или, может, в первую, перед Украиной, когда он будет вести переговоры, как он рассчитывает, об обмене территорий на мир. Поэтому сейчас там достаточно сложная ситуация. Буквально вчера я разговаривал с человеком из Луганска, который не является патриотом Украины, да, ну просто человек живёт, скажем, средний обыватель. Потом мне рассказывают, что очень многие сейчас особенно разочарованы, потому что в прошлом году, особенно перед выборами, вот в Госдуму всем, буквально всем, кто написал заявление, выплачивали единовременное пособие 10 тысяч рублей. Тогда же все ожидали пересчёта пенсии. А вот сегодня, в этом году, да, перед пенсией всем, кому пересчитали, ну практически все разочарованы. То есть люди получили гораздо меньше, чем они ожидали, и почему-то гораздо меньше, как всегда бывает, чем у их соседей, да. То есть есть серьёзный конфликтный момент, момент разочарования в этом. Более того, единое пособие вот сейчас не дают практически никому, потому что все уже есть в едином госреестре, да, и как вот там госуслуги, да, есть СНИЛС и все уже под колпаком, так сказать, налоговых служб, да. И человек приходит с заявлением, чтобы ему дали единовременное посуду в 10 тысяч, а ему говорят, а у вас жилплощадь привыкает норму, а у вас там ваш сожитель или ваш муж или ваша жена уже получают такую-то сумму, вам не положено, и практически никому не положено. Поэтому люди разочарованы, и Кремль не может этого не видеть, в принципе, потому что социология внутренняя там проводится. Ну, это однозначно, это можно понять даже по их, скажем, высказываниям, заявлениям. Соответственно, он видит, что люди разочарованы, значит, они меньше в количестве придут на выборы. Если они меньше в количестве придут на выборы, значит, провалится план Путина фактически по легитимизации российской власти в глазах мировой общественной, в глазах, скажем, будущих переговорщиков. И это очень серьёзная проблема. Поэтому сейчас на людей давят. Я знаю, что уже в так называемых классных чатах родители готовят к тому, что нужно обязательно прийти, и детям даже дают задания, чтобы они провели опрос родителей. И не просто придут ли они, а даже за кого они проголосуют. Вот даже такие практики есть. Поэтому там не всё просто, и даже вот эта пропаганда, но она полностью на себя изживает для большинства людей. Потому что люди сравнивают пропаганду и реальность. Но есть, как у нас говорили, ядерный электорат, скажем, то есть определённая сила, которая подпитывается этой пропагандой. Поэтому пропаганда продолжает существовать. Сергей, хотела бы с вами ещё обсудить демографическую ситуацию. Насколько она ухудшилась на Донбассе вследствие войны России против Украины. Ведь мы понимаем, что мы можем сейчас говорить не только о тех, кто выехал, кому удалось выехать, кто успел выехать, скажем так. Но ещё мы понимаем, что была достаточно варварская мобилизация со стороны нашего противника, когда просто, ну скажем так, таким образом уничтожали народ Донбасса. И мы сможем оценить количество потерь, безусловно, только после освобождения региона. Но вместе с тем, вот такие демографические потери, они всё-таки играют больше на руку Кремлю или всё-таки против планов Кремля? Потому что, с одной стороны, численность населения могла бы так или иначе, если её принудить каким-то образом играть по сценарию Путина под угрозой жизни, есть разные методы всё-таки у террористов, то это могло бы показать какую-то там явку на псевдовыборах. С другой стороны, чем больше людей, тем есть риск, что, может быть, больше несогласных. И, наоборот, планы Кремля будут срываться. Так всё-таки как выгоднее Путину? Знаете, опять сложный вопрос, потому что даже если оценивать демографические потери, то в сравнении с каким регионом, да, если мы берём 2014 год, то это одно, если мы берём 2022 год, то это другое. На сегодняшний день можно говорить о том, что действительно кризис есть, кризис стал явным, и это проявляется в том, что для того, чтобы подчинить мужчину, там, нужно записываться за два месяца. То есть нет рабочих рук. Причём с начала, вот до 2022 года, Россия специально вымывала оттуда квалифицированные рабочие кадры, потому что у неё самой такая проблема, да, дефицит рабочих рук квалифицированных. И просто людей переманивали на территорию Российской Федерации большими зарплатами. Собственно, потому и стало фактически, и стоит не только ведь из-за разрыва технологических связей, да, но ещё и из-за отсутствия кадров стоят, ну, фактически все промышленные отрасли промышленности, так называемые ДНР и ЛНР, да, в Донецкой области, ну, в оккупированной части. Вот. Плюс прибавилась, правильно вы сказали, мобилизация. Была цифра названа, ещё, правда, где-то полгода назад на каком-то совещании у Путина, я помню, специально для себя отметил, совмест был, и там говорили 80 тысяч потерь в Донецкой области. То есть имеется в виду так называемые. То есть масштаб уже можно себе представить. Поэтому масштаб очень серьёзный. Выгодно ли это Путину? Я думаю, что Путин, честно говоря, особо не запаривается вот такими вопросами, есть там люди или нет, да. Он выше, скажем, чем вот такие регионы. Вот я когда смотрел даже интервью его Карлсону, да, где он говорит о том, что мы начали войну с Украиной для того, чтобы остановить войну, да, которую, как он говорит, Украина вела против Донбасса. И у меня сразу возник логический вопрос. Ну ты же мог просто аннексировать эти территории вместе с Крымом в 2014 году, и войны бы не было, да? Ну ты же этого не сделал. Почему? Потому что тебе выгодна была эта война. То есть о людях он меньше всего думает. И здесь ему важно, скажем, лояльность тех людей, которые там находятся. Лояльность достигается разными методами. Мы видим, что даже с коренными россиянами, сейчас никто не церемонится, там уже приняли закон о конфискации имущества за лайки фактически в соцсетях, которые, ну как они говорят, фейки против СВО, подниже подходят и лайки в соцсетях, да. То есть не коренным населением Российской Федерации, то есть вот с хохлами, как они всё равно называют тех дончан-глуганчан, они вообще не церемонятся. То есть там их будут принуждать, их будут использовать, опять же, во время военных действий. То есть это не тот ресурс, который Путин будет ценить, потому что, опять же, а кто там остался, извините, пенсионеры, которые не могут выехать в основном, да, они сильно нужны Российской Федерации платить им пенсии. Вот мы видим, что в Мариуполе сейчас происходит, кто там остался, да, кому там работает. Из полумиллиона там, ну, 120 тысяч, мне последняя цифра озвучивали там местные. Я понимаю, что никто не считал, но вот так и живущие там. Вот столько осталось. Ну, как бы меньше всего Путин заботится даже о количестве населения там. Опять же, мало населения пригонят из Средней Азии, да, много желающих, вот этих астарбайтеров, у которых жизнь ещё хуже у себя на родине, чем в России, которые приезжают там из той же Путин, например, да, хоть и Российская Федерация, но они приезжают в полувоенный город фактически, в Мариуполь полуразрушенный, потому что им там лучше, чем у себя на родине, где канализации нет, там всё прочее. То есть, знаете, ну, как говорится, умом Россию не понять. Ну, отвечая на вас вопросы, так и резюмирую. Демографический кризис есть, как и во всей России, кстати. Причём крупнейший со времён Екатерины Второй — это оценки российских психологов. Это ещё раз я мониторю, скажем, профессионально российские СМИ. На территории оккупированной он усугублён военными действиями и полным экономики как таковой, да, кто там будет жить и кто там останется. Но заботит ли это Путина, я думаю, что нет. Ну, вероятно, Кремль не заботится о благополучии и своих граждан, потому что мы знаем, что амбиции Кремля направлены уж точно не на улучшение качества жизни россиян, и вместе с тем портит жизнь людей на временно оккупированных территориях. Но так или иначе мы помним, что это территория Украины, и, конечно же, Украина будет освобождать свою территорию. Сергей, благодарю вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой непростой темы. Сергей Гарамаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, был с нами на связи. Продолжение следует...